Девушки отдыхают Т26Е4 Суперпершинг Машинки имеющие льготный уровень боев, если вы забыли То есть этот танк воюет максимум против девятых уровней К десяткам он, соответственно, никогда не попадает Ну и не так давно в патче 1.2 его апнули И изменения эти действительно чувствуются Как всегда, поговорим о плюсах и минусах данной машины Расскажу, для каких игроков этот танчик больше подойдет Ну и по игре в рандоме пару советов тоже дам Особенно, что касается танкования Начнем с того, что Суперпершинг это не средний танк Как вы бы могли подумать Несмотря на значок, что нарисован над ним Учитывая его динамику и броню Для этой машины существует только один вариант направления Куда поехать Это фланг тяжелых танков За редким исключением на некоторых картах Машина эта медлительная Имеет рандомную, но действительно неплохую броню Так что по факту в любом бою вы будете выполнять роль Именно тяжелого танка, а не СТ Ну и исходя из этого уже и будем его рассматривать Как танчик, который воюет против тяжей Сравнивать с СТшками его в принципе особо не стоит По орудию Пушку нашему герою немножко апнули в 1-2 90-мм орудие тут стоит Соответственно, разовый урон 240 единиц Само собой, практически любой ТТ Кроме разве что Кэрнарвон и Экшн-Х Любой ТТ имеет альфу больше, чем у нас Поэтому вразмен по выстрелам Идти на этой машинке не стоит ДПМ при этом тоже не самый высокий Но перезарядка в принципе приемлемая Бронепробитие нам тут тоже подняли Что немаловажно Все-таки воюем мы против бронированных целей И 202 мм у нас пробивают базовые ББшки И по факту, учитывая в принципе наш уровень боев Напоминаю, воюем мы максимум против девяток Нам этого бронепробития будет зачастую хватать Особенно если грамотно выцеливать Но в случае необходимости Тут есть просто потрясающая подкалиберная голда 258 мм пробивают И летают пульки тоже быстро Если хотите чисто запотеть на результат На суперперше То заряжайте полный БК подкалиберов И с пробитием никаких проблем у вас точно не возникнет По комфорту стрельбы Тут все очень здорово Прекрасная стабилизация Позволяющая нам стрелять сходу Не останавливаясь Хорошая точность на 100 метров 0.36 При этом еще и сводится пушечка Тоже быстро за 2.2 секунды Я катал першинг еще до апа До того, как ему улучшили стабилизацию Но до сих пор помню даже тогда Что в плане попадания у этой машинки Никаких проблем не было Пушка мне тут очень понравилась Единственный минус Это все-таки наша альфа 240 Напоминаю Зачастую мы будем воевать против ТТ Ну а с ними особо уже не поразмениваешься Поэтому мы либо должны Въезжать нагло на противников И не принимать урон за счет нашей брони Но об этом чуть попозже Либо выезжать уже с полной уверенностью Что мы заберем противника Ну или успеем дать ему несколько выстрелов Прежде чем он зарядится В остальном по орудию У вас точно не будет к этому танчику Никаких вопросов Пушка крайне комфортная Теперь к самому интересному К броне Вроде бы нам тут какие-то зоны подлатали в 1.2 Но на самом деле Ничего для этого танчика не изменилось И все уязвимые зоны по факту остались прежние И так как супер першинг танчик Который у нас в игре уже достаточно давно Зоны эти абсолютно каждый игрок знает Само собой это лючки сверху Это торчащие щеки башни И это пулеметное гнездо Ну во лбу корпуса который находится Но все остальные части Как ВЛД Как ТНЛД Лоб башни Имеют крайне высокое бронирование А сами эти уязвимые зоны при этом довольно небольшие Поэтому чтобы повысить шансы на непробитие На першинге никогда нельзя останавливаться Если противник смотрит на вас То постоянно взад-вперед Вправо-влево Корпусом туда-сюда мансим Пушку еще вверх при этом всегда Во время перезарядки задираем Чтобы закрыть соответственно орудием наши лючки И туда реже пробили противники Супер першинг который стоит Это мертвый супер першинг Ну потому что никаких проблем само собой для противников Выцелить уязвимые зоны стоящего танка не составит Ну а как только мы начинаем танцевать с бубном Противникам придется мало того что пытаться выцелить И навести мышку на нужный пиксель Так у них самих круг разброса Из-за постоянных поворотов орудия будет больше Поэтому вероятность промахнуться И угодить в зону с приведенкой там под 400 мм Будет уже гораздо выше При этом не стоит забывать Доворачивая немножко корпусом Главное не перекрутить Тут что-то вроде брони от гуся Со лба вроде космические миллиметры Но чуть-чуть довернем бортом И нас сразу в каток уже любой танк Будет пробивать с уроном Поэтому крутиться нужно Но само собой главное не переусердствовать Противник должен быть всегда перед вами И смотреть надо на него исключительно лбом В плане фугасов наш танчик еще имеет Безусловный плюс Он весь такой экранированный со лба Поэтому от фугасных танков В лоб принимает действительно меньше урона Чем многие другие машины А иногда вообще и на ноль некоторые От уни особенно каких-нибудь Прилетит вам на ноль урона И уж точно будете радоваться Но к сожалению арты это не касается Крышки тут не такие бронированные И кранов там нет Поэтому от арты прилетает Как и любому другому тяжелому танку Ну и итог по броне Хотите что-то танковать И вываливаться на противников И отбивать снаряды То постоянно двигайтесь Кстати еще я заметил Что пулеметное гнездо Першу редко кто выцеливает Хотя там по факту самая уязвимая зона Куда проще всего попасть Но нам же от этого лучше Обычно выцеливают только лючки сверху Иногда щеки башни Ну и если мы должным образом мансим Катаемся туда-сюда Взад-вперед То выцелить их действительно Совсем непросто для противников Даже для скиллованных игроков По динамике Вот тут самый главный ап Который мы получили в 1-2 Сейчас у Перша 12 лошадиных сил на тонну Удельная мощность Против старых 9 И это действительно чувствуется Скорость набирает он значительно быстрее Чем раньше Максималка при этом 42 км в час вперед Всегда было интересно Откуда эти десятые доли Картошка меряет И зачем они в принципе нужны Ну все что вам надо знать Скорость эту Першу набирает Только с горки Сам он столько не едет Ну набирает там 30 с небольшим И уже больше не разгоняется Зато 18 км в час назад Вполне неплохо Ну и если рассматривать его Как тяжкой он является То очень неплохо он вертится на месте В целом динамика идеально подходит Для того чтобы постоянно мансить Но как вы уже поняли Если в начале боя Мы выбрали направление То скорее всего Там мы уже до конца и отыграем Поэтому катаемся мы зачастую На стабильной фланге тяжей Ну и отличный обзор 390 метров Если у вас есть пару перков на обзор То по модулям Спокойно можно ставить сюда Досылатель, стабилизатор и вентилятор Чтобы дополнительно уже Поднять вертлявость и ТТХ пушки Особенно перезарядку Ну а если на обзор перков у вас нет То все-таки лучше будет поставить оптику И не рисковать лишний раз Вообще различия между этими вариантами Ну они минимальны Поэтому можно вообще оставить И катать с оптикой ТТХ пушки и так ничего Ну я выбрал именно вариант с вентилем Все-таки для тяжелого танка Обзор нам не так важен Поэтому перезарядку я лишний раз Решил чуть-чуть повысить вентилятором Ну и по итогу Я напомню вам Суперпершинг имеет льготный уровень боев То есть десятки мы не встречаем в наших боях И кто бы вам что ни говорил Что льготные танки соснулые А в принципе все-таки это безусловный плюс Многие машины восьмого уровня Которые имеют нормальный уровень боев И у которых ТТХ получше чем у нас Но они все равно абсолютно неиграбельны Только потому что на фланг Куда они поехали Точно так же там поехал один танк десятого уровня И для него ну восьмерки это просто бонус код На условные 1400 там хп Поэтому зачастую мы воюем против тяжей восьмого уровня С которыми одна там максимум две девятки затесались И делаем мы это вполне уверенно и комфортно Самое главное помнить В размен нам идти нельзя У нас нету для этого ни альфы Да и хп тоже нам не завезли Если выкатываем на противника То никогда нам нельзя подставлять катки Ну и как я уже говорил всегда Мансим взад-вперед Вправо-влево Корпусом туда-сюда двигаем Ну и пушку вверх тоже поднимайте Лючки прикрыть немного Поверьте Ваша стабилизация позволит вам все равно Сходу по противнику выстрелить И нанести урон Но в таком случае Ваш перш будет танковать раза в два чаще Против всяких скиловиков Это поможет может быть не так сильно Но против обычных средних игроков Это прям нереально решает По своему опыту говорю Главное слишком-то не наглейте И все будет нормально Ну а в топе одно удовольствие Ехать не останавливаясь И просто ломать лица противником Там супер перш ну просто король Делая вывод Что могу сказать Как фарм машина Супер перш ничего Но не лучший Придется частенько пострелять голдой Так что вывозить горы кредитов Он не будет Но отдохнуть несколько боев от десяток На восьмерке При этом с гарантией Что к этим самым десяткам Вас не кинет Опять же повторюсь Кто бы что ни говорил Но льготный уровень боев Это безусловный плюс Другое дело Что большинство льготных танков По ТТХ Настолько убоги Что неиграбельны Но к счастью Нашего героя Это не касается Однако сама механика Действительно облегчает жизнь Очень сильно Поэтому эта машинка Идеально подойдет Для тех Кто хочет немного отдохнуть От игры на высоких уровнях При этом супер перш зайдет Как скиловичкам Так и простым обычным игрокам Машинка эта не такая требовательная Собственно Как и практически любой тяж Но немножко попотев И из этого танчика Можно действительно многое выжить Однако Долго играть на нем Мне было тяжело Все таки альфа 240 Через какое то время Начинает довольно сильно угнетать Именно поэтому Я в свое время И поменял его по трейдину О чем на самом деле не жалею Я уже говорил Если танчик вам надоел Неважно насколько он хорош То зачем его хранить в ангаре Если вы на нем играть не будете То будет просто стоять пылиться Поэтому я смело обмениваю машины На новые В которых я уверен Что играть я на них 100% больше не буду И которые мне не интересны Но если учитывать Что Супер Перш Один из самых дешевых Прям танков в магазине К покупке Я его определенно рекомендовать могу Машинка эта ни в коем случае Неплохая сейчас И даже какой то Хоть немного уникальный геймплей Принести может Ну а у меня на сегодня все Пишите что вы думаете Об этой машине Как всегда Обязательно ставьте лайки Подписывайтесь И увидимся В следующих видосах Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...